Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Ткачун Юлия. Я расскажу вам о новинке фонда дворца книги «О чем думают французы? 1236 фактов от Багетта до братьев Лемьер». Это книга из большой серии «Глазами иностранцев» под редакцией Эндрю Витакера. Каждая книга данной серии дает возможность заглянуть в самое сердце той или иной страны, в данном случае Франции. Это своего рода путеводитель по французской культуре, и он позволяет заглянуть на жизнь этой страны самых разных сторон. Визитной карточкой музыкальной эстрады Франции является шансон. За свою многовековую историю этот истинно французский по духу жанр, наследник музыки средневековья, столько раз видоизменялся, что почти не поддается определению. Грустные песни, написаны ли они поэтам XIII века Адамом де Алемом или же Банком Рено, полны глубокого психологизма, но в то же время просты и понятны абсолютному большинству французов. Первым, кто писал стихи и сочинал для них музыку, были трубадуры или же труверы, певцы при дворах средневековых правителей. Некоторые из них и сами были голубых кровей, например, герцог Аквитания, играя в пуатье гильон, чьи поэмы сохранились до наших дней. Трубадуры менее благородного происхождения зарабатывали себе на жизнь песнями. Расцвет культуры поэтов-певцов пришелся на XII век, особо выделяя творчество трех авторов Жиро де Барнелля, Арнаута Даниэля и Бернара де Вентадорна. Сочиненные ими песни исполняли странствующие музыканты, которые в Провансе называли Джанглерус, а на севере страны Джогланс. Жанр шансон стал широко популярен в XVI веке, после того, как первый французский нотый издатель Пьер Атаньян издал в Париже около 50 сборников произведений трубадуров. На протяжении двух последних веков шансон то входил в моду, то пребывал в забвении, а в начале XX века был окончательно вытеснен менее изысканными формами развлечения – бурлеском и мьюзик-холлом. В 1930-е годы с выходом на сцену таких певцов, как Эдит Пиаф и Шарль Трейне, шансон обрел второе дыхание. В 1960-е годы жанр продолжен изменяться. Этот период в его истории связан с творчеством шансоньерс – певцов из парижских кабаре левого берега Сены. Сегодня французская эстрада старается следовать мировым тенденциям, и шансон как жанр востребован лишь во Франции. Внутри страны традицию поддерживают такие исполнители, как Патрисия Каас. Однако, несмотря на то, что некоторые песни переводят на английский, международной популярности шансон не снискал. Глядя на фотографию Эдит Пиаф, невольно задаешься вопросом – откуда в этой хрупкой женщине такой сильный голос? Песня Пиаф «Нет, я не жалею ни о чем», а неразделенной любви человека сложной судьбы в одночасье принесла французскому шансону всемирную славу. Ранние годы жизни у певицы окутаны мраком. Говорят, ее вырастила бабушка, хозяйка публичного дома в Нормандии. Опыт трудного детства помог ей впоследствии так убедительно исполнять песни о жизни городских низов. Во время войны Пиаф была в рядах сопротивления. В 1951 году певица попала в аварию и пристрастилась к морфию. Эдит Пиаф умерла в 1963-м во французской ривьере и была похоронена в Париже. Проводить ее в последний путь пришли 40 тысяч поклонников. В эпоху позднего средневековья Франция была центром европейской музыки всех направлений. В рукописях X века, найденных в Туре, Шартре, Монтпелье, были обнаружены образцы первого жанра полифонии – склада музыки с несколькими музыкальными линиями – органума. В X-XI века большое влияние на развитие музыки оказали музыканты из лиможского аббатства святого Марциала. В XII веке особую роль играли композиторы собора Парижской Богоматери. Особого внимания заслуживают Леонин и Пиротин, авторы первых матетов хоровых вокальных композиций. Их заслуга состоит в том, что они усложнили ритмику длинных монотонных органумов. Кроме того, им принадлежат несколько трактатов по теории музыки. В средние века музыку сочиняли не только монахи. Одновременно с церковной появилась и светская музыка, представленная творчеством бродячих певцов, трубадуров и труверов. Трубадуры писали песни на местных диалектах. Они создали жанры баллада и ле, где после каждого куплета повторялся рефрен. Пожалуй, самым известным трувером был аристократ Адам де ле Аль, который сначала писал литургическую поэзию, а позднее – светские песни. Самое известное произведение де ла Аля – «Игра о Рабене и Марионе», считается первой пьесой, где звучит нерелигиозная музыка. В эпоху Возрождения центр музыкальной жизни переместился из Парижа в Бургундию, которая тогда не входила в состав к французскому королевству. Лучшие музыканты Европы стекались туда на протяжении всего XV века, чтобы поучиться у таких мастеров, как Гийом Дюфай и Жиль Беншуа. Как бы то ни было, к концу столетия при Королевском дворе, в Париже и в монастырях начало складываться новое музыкальное направление, не похожее на франко-фламандский стиль бургундских композиторов. Французские музыканты хотели писать легкие мелодичные песни. Это желание ярче всего проявлялось в светском жанре шансон. В XVI веке под влиянием появившегося в эпоху реформации кальвинизма стиль композиторов-протестантов значительно упростился. Более того, в областях, где жили особо ярые сторонники нового религиозного течения, единственными разрешенными песнями были положены на музыку псалмы, переведенной на французский язык. Отличный пример музыки той эпохи – творчество Клода Лежона и Клода Гудемеля. Гудемель был убит в орфоломеевскую ночь, как и большинство гугенотов Леона. В XVII веке начался расцвет оперного искусства. Жан-Батист Люли, придворный композитор Людовика XIV, и Жан-Филипп Ромо, творивший в XVIII веке, сочиняли оперы в особом французском стиле. В эпоху барокко также развивалась клавесинная музыка. Композиторы Франсуа Куперен и Жак-Шампион де Шамбаньер разработали новые техники игры на инструменте. Вот что пишет редактор серии Эндрю Витакер. Все французы выросли с убеждением, что Франция единственная страна на земле, где можно и стоит жить. Им невозможно перечить. Их не удастся в этом преубедить. Их можно лишь попытаться понять. Кстати, вот какие отзывы оставляет читателя. Прелестная книга. Все, что в ней описано, очень ярко и интересно. Каждая деталь, каждое слово описывает Францию в своем цвете, всю ее гармонию, всю утонченность, всю прелесть французов. Прочитав книгу, я узнала о стране и ее сути больше, чем если бы просто съездила туда. Обязательно прочитайте эту книгу, погрузитесь во французскую атмосферу красоты и спокойствия. Очень красочная книга. Приятно провести с ней время за чашкой чая и окунуться в атмосферу страны. Так что смело ее советую. Настолько красивых книг я не видела уже давно. Отличная книга с качественной печатью и большим количеством полезной информации. Ее интересно и познавательно полистать и почитать. Всю первую четверть XIX века Франция оправлялась от последствий Великой революции и наполеоновских войн, что в целом отрицательно сказалось на развитии музыки. Однако именно на этот период пришлось творчеству величайшего композитора эпохи романтизма Гектора Берлиоза. Главной заслугой Берлиоза считается вклад в развитие современной симфонической оркестровой музыки. Самое знаменитое произведение композитора – фантастическая симфония, вдохновленная его любовью к известной ирландской актрисе Гериете Смитсен. Типичные для романтизма по глубине эмоционального напряжения оркестровые композиции Берлиоза все шокировали современников. Сегодня музыкальные критики признают, что он намного опередил свое время. Конец XIX – начало XX столетия – золотой век французской классической музыки. После Берлиоза, заложившего основу классической музыки и романтизма, пришло целое поколение композиторов с мировым именем. Жорж Безе сделал французскую оперу пышной и красочной, а вот еще пять знаменитых композиторов, творивших в других направлениях. Камиль Сенсанс. Потрясающие способности Сенсанса проявились уже в детстве. В три года он начал сочинять музыку. С возрастом композитор стал варчлив и часто отпускал едкие комментарии в адрес коллег по музыкальному цеху. Тем не менее, все 14 частей сюиту «Карнавал животных» пропитаны невероятной легкостью и чистейшей любовью к искусству. Сенсанс запретил исполнять «Карнавал» при его жизни. Он не хотел, чтобы его причисляли композитором-романтиком и сочинял сдержанную, кто-то говорил бесстрастную, элегантную и безупречную структурированную музыку. Сенсанс также писал пьесы, философские трактаты и стихи. Габриэль Фаре – ученик и близкий друг Сенсанса, продолживший и в каком-то смысле упорядочивший традицию Берлиоза. В первую очередь Фаре известен как автор романсов, многие из которых были написаны на стихи великих поэтов – Кюго, Бодлера, Верлена. Одно из лучших творений Фаре – цикл песен и стихи Верлена «Хорошая песня». Самым известным его произведением считается «Пронзительный реквием». Клод Дебюси. Когда Дебюси называли композитором-импрессионистом, он приходил в бешенство. Однако то, что он обогатил европейскую музыку новыми, неслыханными гармониями, бесспорно. Выступая против формализма Сенсанса и компании, Дебюси встроил новые аккорды и использовал ускоряющийся ритм на введение, повлиявшее на всех последующих композиторов – от Оливье Мессиана до Дюка Эллингтона. Как и Фаре, он писал музыку на стихи современных поэтов – Бодлера, Верлена и Маларме. Именно стихи последнего вдохновили Дебюси на создание прелюдии к послеполуденному отдыху Фавна. Морис Равель. Равель учился в Парижской консерватории у Фаре. Он не был столь радикальным композитором, как Дебюси, оставаясь приверженцем классической музыкальной формы, но с новыми гармониями. Как и Дебюси, его часто называют композитором-импрессионистом, привнесшим во французскую музыку новые созвучия, подчеркнутые им у народов Востока и Запада. Равель знаменит прежде всего своим Болеро, хотя сам он был не в восторге от этого произведения, считая его чересчур драматичным. Можно сказать, что в целом драматизм был ему не свойственен. Многие творения Равеля, например, «Испанская рапсодия», написаны под влиянием испанской музыки, должно быть сказали с гены матери Босконки. Эрик Сати. Очаровательный чудак Сати заворожил публику мягким, но очень непростым произведением для фортепиано – три гимнопедии. Гимнопедии прекрасно иллюстрируют творчество Сати. Новаторская музыка с оглядкой на старые изысканные мелодии. Музыка Сати повлияла на многих композиторов XX века. Новаторская музыка и эксцентричный характер снискали ему славу одного из самых интересных композиторов XIX века. Сати проучился два с половиной года в Парижской консерватории по классу фортепиано, где, честно говоря, не блистал. Однако отец будущего композитора, нота-издатель, поддерживал стремление сына стать музыкантом. В юности Сати много времени проводил на богемном Монпарнасе. Общаясь с местными художниками и интеллектуалами, он стал весьма экстравагантным человеком. В любую погоду Сати не выходил из дома без плаща и зонтика. Названия его произведений были попросту бессмысленными. Вот примерно перевод двух наиболее странных из них. Пьесы, видимые справа и слева без очков, засушенные эмбрионы. Читая его указания к исполнению произведений, музыканты удивленно пожимали плечами. Инструкции гласили «исполнять утром на голодный желудок» или же «играть ворчливо и придирчиво». Сати очень много пил и умер 59 лет от цирроза печени. После смерти в его комнате, куда на протяжении 27 лет не входил никто, кроме самого композитора, нашли груду зонтиков, отрывочные нотные записи и семь вельветовых пиджаков. Вторая половина XX века прошла под знаком Оливье Мессиана. Мессиан искал вдохновение в католической вере, пении птиц и путешествиях по миру, что помогло ему создать такие сложные произведения, как «20 взглядов на младенца Иисуса» и «Прозрение загробной жизни». Ученик Мессиана Пьер Булес продолжил эксперименты в области отональной абстрактной музыки. В частности, он интересовался электронной музыкой. Не случайно его называют ведущим композитором музыки модерн и постмодерн. Пьер Шофер создал новое направление «La music concrete». Он стал использовать записанные заранее шумы и звуки. Первая его работа называлась «Этюд железных дорог». В ней звучало пыхтение полровоза. Спрос на классическую музыку во всех ее проявлениях во Франции необычайно высок. Более миллиона студентов занимаются в консерваториях, мечтая выступить в таких всемирно известных залах, как опера «Бастилия». Это восхитительное современное здание, в котором располагается государственная французская опера, символ стремления французов сохранить и популяризовать классику. Первое представление в новом оперном зале было дано в 1989 году в честь двухсотлетия взятия «Бастилии». Когда во время Первой мировой войны во Франции впервые услышали джаз, к нему отнеслись настороженно. Как-никак он был завезен из-за рубежа. Писатель Жорж Дюамель так описал свои впечатления от новой музыки. Джаз воет, скулит, скрипит зубами и ревет на весь мир. Поначалу французские музыканты без энтузиазма восприняли новое направление, недовольные тем, что конкурентам американцам намного больше платили за выступления в парижских клубах. Постепенно у джаза стали появляться новые поклонники, чему способствовал приезд во Францию танцовщицы и певицы Жозефины Бейкер и открытие клуба Le Hot Club de France. Читая ее, вы познакомитесь с великими французскими писателями, мыслителями, легендарными режиссерами, узнаете всемирно известных художников и архитекторов, выясните ключевые фигуры музыкальной театральной жизни Франции. Поймете, почему еда и напитки играют столь важную роль в жизни каждого француза. Получите представление о спорте, религии, медицине, системе образования, средствах массовой коммуникации и, конечно же, об иконах стиля и законодателях мод. Узнать все самое важное о Франции и французах из первых рук можно, прочитав эту книгу, а найти ее можно в отделе литературы на иностранных языках дворца книги. А вы читали книги серии «Глазами иностранцев»? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин